Разнообразие национального колорита, праздничные и свадебные наряды, летние и зимние костюмы, головные уборы. Собрание фарфоровых кукол в Музей народной игрушки в 2017 году передала Светлана Григорьевна Тихонова, а увлекалась коллекционированием кукол ее дочь Ксения. На выставке куклы в народных костюмах можно увидеть более 60 экспонатов. В разное время фарфоровые красавицы украшали выставки музея, а полностью коллекция представлена впервые. Фирма Диагостини выпустила серию из фарфоровой куклы, сопровождающей журналами, или же познавательные журналы куклам народных костюмах, которые сопровождали куклы в соответствующем костюме. Это народный костюм какого-то места, может быть губерния, может быть территория, край, то есть национальные костюмы. Все куклы коллекции Диагостини – ручной работы, а традиционные женские наряды народов России и стран СНГ пошиты в мельчайших деталях по эскизам специалистов по народному костюму. Кроме того, на выставке можно полистать и сами журналы, где написано про историю той или иной территории, про традиции и обычаи народа. И, конечно, в журнале подробно описан сам национальный костюм. Эта серия создавалась целой группой авторов, которые детально прорабатывали историю, изучали место, особенности костюма, детали костюма. Привлекались специалисты из Института Российской Академии Наук, Институт антологии и антропологии имени Миклухи Маклайд. Выставка фарфоровых кукол издательства «Деягостини. Куклы в народных костюмах» будет работать до конца ноября. Справки по телефону 6 64 94 без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.